Зажечь ее и прокомментировать, какие у вас... А, тогда водички надо. Давайте, да, водички. Ко всему надо. Это кверху, по-моему. Не полный. Так, сейчас я буду зажигать. Вы будете контролировать меня. Так. Я уже забыл, как... Значит, я поворачиваю и нажимать надо. Вчера я себя репетировала. Загорелась. Замечательно. Вот к вам гости еще идут. Это... Ой. Здравствуйте. Вы прям так открываете? Смело. А мы вот из газеты и телевидения. Можно к вам? Ну, конечно. А там уже... Из газеты из... Но новой плитой сложно пользоваться, как вам? Что сказать? Новой плитой сложно пользоваться или все удобно, хорошо? А, ну, надо пока мне научиться. Потому что она у меня только со вчерашнего дня. Я вроде выключила, да? Да. Свет уже не горит. Да. Все, выключаем. Так, пахнет. Вот. Хорошо. Понюхаю. Крышечку поставлю. Все. Замечательно. Так, что еще скажите? И еще вот ощущение по поводу нового ремонта. Как вам? Да. Ремонт вообще, конечно, девочки и мальчики. Ремонт отличный. Кто работал, делали. Такие хорошие мастера. Ну, можно такому ремонту позавидовать. Они мне шторы купили, повесили. Скатерть новый. Это все. Но, вот только мое, вот этот, маятник потерял. Ну, найду. Будет ходить. Какой маятник? Да. А мебель тоже новая? Что самое? Что? Мебель тоже новая? Мебель. Вот это? Да. Это все новое. Это прямо стенка продается, готовая стенка. Когда они принесли, ну, специально мебельщика они приглашали. Мебельщик, по-моему, тоже с их управления. Это строительное какое-то управление. Они ко мне пришли накануне, числа, наверное, 30-го, что ли, или 29-го. Сказали, что мы вас поздравляем. Я прошла всю войну. Я не воевала, но я трудилась. Пешком прямо там. А знамешно они пешком шли в третьей школе. Ну, вот, мы уехали. Нас отвезли в Курганская область, Шадринский район. Там сделали меня огородным бригадиром. Вот, значит, я там помидоры сажала, огурцы сажала, все вот это такое. Была у меня бригада. Вот этим тоже. Я ходила по 200 грамм. И, когда была там, на Урале, ну, как, ну, в Северной Казахстане, я не знаю, или, ну, в общем, в Шадринске. Там тоже я, собственно говоря, как-то, ну, они все засекали, тоже ничего не знали где-то. Средний брат, Владимир, он закончил академию, он хотел быть, как говорится, овощевод. Вот, а потом закончил институт. И его сразу по этому ввоз в Ленинград, в академию. Оттуда получил Т-34. И от Юхнова уже пошел. Он погиб в 43-м году. Младший брат тоже прослужил. Он с Красной площади пошли сразу. 7 ноября пошли наступления. В общем, вот такая служба. А потом уже там война закончилась. Я уже работала на таких. Он нам, у нас вообще хорошо нам помогает. Мостэнерго помогала тогда. А то, что как сейчас она называется майонезка. Так, мне, может быть, что-то делать. Можете фрукты подавать. Давайте, знаете, вы вот про еще, про маятник скажете. Вот, 15-16 числа у нас встреча ветеранов проходит. Каждый год это уже примерно. Мы вот как-то общаемся. У нас здесь подольского уже стало мало. Мы общаемся. Иногда вот приходим, посидим, за чашкой чая посидим, поговорим. Вспомним. Все ведь проработали. Я проработала здесь, в Подольске. 38 лет в Мостэнерго. И 2 года в Москве. 40 лет в Мостэнерго. А они тоже проработали по многу девочкам. Вместе у Зинаиды Ивановны. Нет, мы уже в квартире, если что, да. Мы уже в квартире, да. Так что, придавайте, где-то... Сейчас пойдем в приемник, там она будет рассказывать про приемник. На кухне перемещаемся. Сколько лет часа? Одновременно, наверное. Они все время говорят, мы всех с музыкой. Одновременно тоже. Лет 20, наверное, жим. Холодильник сюда... Параличия, хотя руки и ноги целы, мышцы, кости, связки не повреждены, но нет команды из мозга, и, соответственно, человек неподвижен. Ни о работоспособности, ни о здоровье, ни о качестве жизни речи быть не может. А весь мозг у нас один. Его не пересадишь в случае поломки, когда будет с рудом, почку или даже сердце. Поэтому хотите жить долго, а голодать качественно и здорово, прислушайтесь к нашей передаче. Да, но жизнь наша все-таки довольна. Здравствуйте, здравствуйте. Можно нам пройти? Встречу тогда. Пойдемте туда. Молодь, проходи. Сколько гостей у вас. Ну что, встречайте. Здравствуйте, Зинаида Ивановна. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Это ваша маэска? Да, ваша. Как вам сделали замечательный ремонт? Ой, конечно. Как мечтали? Впечатления как у вас? Как сказки. Как сказки? Да, все. Такой букет красивый. Все нравится, да? Давайте я помогу вам. Все. Ты меня вспомнила. Вспомнили меня, да? А я, знаете, что... Я им говорю. Я все время говорю, говорю. А благодарность я тоже сказала. Мне нужно сказать. Ребята, вы там запишите, да? Да. Конечно. Большая, великая благодарность. Вот этому человеку. Владимиру Викторовичу. Фамилию я не знаю. Мне сказали, но я не запомнила. Вот так знает Владимир. Вот этот человек, который сказал, что мы хотим вас, сделать вам подарок. Как вы, соглашаетесь или нет? Ну, из подарки. Я говорю, посмотрели мою кухню, говорят, кухню. А я им говорю, а сколько это будет стоить-то? У меня не хватит денег. Они говорят, отлично будет. Это мы тут все берем на себя. Вот так. И сделали мне отличный. Хорошие, очень хорошие мастера. Ребята замечательные. В золотые руки и умные голованцы. Ну, все понравилось, да, Зинаида Ивановна? Много читал. Вообще грамотный человек. Тогда была школа. Церковная приходская. Не то, что сейчас учат. Сейчас говорят, если такую отметку не поставишь, я тебе в ухо дам. Вот так говорят дети. А тогда по-другому учились. Вот. Там нам домик дали. И второй был домик. Там столовая организовали. Мама там им кухарничала. А папа был заведующим заводом. Это им кирпичным заводом. Выжигали. Там печи большие были. Вот. Мы даже на папиной имени, на какую-то куклу сделали. Там был такой Егор Петров. Он любил младшего брата. Обжег там. Тоже выжег. Потом его преподносили. Вот. Он там. А потом уже, так как он был беспартийный, его освобожают от работы. Нам же не было. Там дали какой-то пристроечка была. Этот самый Гандоксасов, который ведал этими грузин, этими заводами. Чугун-литейный завод. Вот он стал чугун-литейным. А мы жили в его доме. И нас оттуда выселяют. И потом взяли участок и смазали себе глиняную мазанку. Вот такой, как забор делают. С одной и с другой стороны глины. А в лепере это старшие работали. Мы только месили. Маленькие. Мы радовались. И жили в этом доме. Примерно с 27-го года по 32-й год. А потом построили вот из этого самонад. Мы же папе говорили. Пап, ты работаешь на кирпичном заводе? Ну, хотя бы из половника бы. Ну, что мы с глины? А он говорит. Я хочу спокойно спать. А тогда вы сами знаете, какие годы были. 37-й, 38-й. До этого. Я не хочу, чтобы пришли к нам домой ночью и постучались. Поэтому мы выстроили такой дом. Мы там жили. Пока брату я не выхлопал, как участник у войны, квартиру от химико-метологического завода. Вы великолепно выглядите. Великолепно. Да, не поверишь, что человеку 95 лет. Умничка. Очень активная. Очень активная. На посиделках участвуют с ветеранами. С бабушками встречаются. Пять выборов, наверное, я провела. В третьей школе. Вот. Всегда работал секретарем. Помню, гидропресс свою выставляет. Или учительница, что ли, какую-то. Секретарем. А меня, я уже по возрасту отказывалась. Наш профком. Говорит, мы сегодня два, а у нас была компания. Вот мы, гидропресс, это самое, горботкомбинат. Вот, кстати, и у нас была общая компания по выборам. Я должна сидеть за столом. Не секретарем. А они делают так. Значит, я буду сидеть там, отмечать, кто пришел, кто не пришел. И вот правильно. Она будет получать заслуги. Ей напишут благодарность, что она провела. А я всегда чуть ли не первая сдавала в Белый дом. Тогда еще была, это была Толстого, или Толститина, что ли. Нина Николаевна была, секретарем из ползона. А потом была тоже Нина Григорьевна. Это был парень. Парень плохая стала, девочка, маточка. Все. Вот положил, потерял, потерял и я этот самый. Вот еще помогите с маятник. Маятник потеряли. Не знаю где. Вот будут там свое ворохло разбирать. Ну, надо, поищем, поищем. Маятник все сделаем, конечно. Да, в крайнем случае вы и сделаете. Конечно сделаем, Зинаида Ивановна. Найдем маятник, найдем. Найдете. И они будут куковать. Да. Конечно. Еще я буду. Еще раз. Зинаида Ивановна, вы знаете прекрасно, да, что по долгу службы государственной... Вы знаете, я не хочу кластвоваться, но я работала, где бы то я не работала, я почему-то быстро осваивала всякую работу. Я могу, вот если я была молодая, по возрасту, я сейчас пошла, я с процентовками работала, в титульной связи, я седраю, работала. Главное состояние. Так вот тебе региональный лаборатор нарезок. Госэнерго. Никто не делал. Нужно было делать перспективное развитие наших электрических сетей. А у нас 56 подстанций, там 500 кВт, 110, 220, 30 кВт. Ну вот как это будет, да, в таком возрасте столько всех впечатлений еще осталось? Главное говорить начальнику, слушай, а я уже второй пенсий отработал, не работала. Да позвони Зине, Зина придет, все сделает. Он мне звонит и говорит, Зина, Зина, не хотите идти в наши пенаты возвращать-то? Я говорю, а что делать-то? Ну придешь, поговорим. И вот так я там осталась. А сколько лет вы там еще после пенсии работали? После пенсии я заработала вторую пенсию полностью. Я в 74-м году моя пенсия, а в 93-м году я ушла совсем в мою пенсию. Мы делаем, да, чуть-чуть поедем, чтобы не было у вас. Так, манируйте и веселье себе. Красивый. Здрасте. Зина, на нас, на нас, посмотрите сюда. Сюда прямо на камеру, да, повеселее. Вы как артистка, красивая. Да, 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 великолепная. Молодец. Вместе говорили, что я на Шилову похожий. На Шилову, да, есть что-то. Даже человек, с которым мы были очень близки, многие годы, мы были в этом самом, в России в кино ходили. И женщина совершенно посторонняя. Вы меня извините, скажите, вы не сестра Анны Шиловой? Ну вот, я вот. Он говорит, сестра, сестра, а что вам нужен-то? Ну что, все. Представьте, пожалуйста. Я сотрудник территориального отдела номер 9 главного управления Государственной жилищной инспекции Сапожника Ивана Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, предысторию вопроса. Как вы смогли помочь Зинаиде Ивановне в кону Дня Победы сделать ей такой подарок? Сотрудники Государственной жилищной инспекции, по долгу службы своей работы, мы очень часто общаемся с жителями. И, соответственно, с управляющими организациями, с представителями общественности. И в ходе, скажем так, общего этого мониторинга мы узнали о том, что все-таки ветеранов наших не забывают. Требуют к себе, как бы, они мало внимания, но необходимо все-таки им помогать. И в ходе этого, еще если взять представителя общественности, это Владимир Викторович Снитко, который, собственно говоря, эту акцию вместе с нами и устроил, мы познакомились с Зинаидой Ивановной. Но когда мы узнали, что ей 95 лет, честно, были шокированы. Потому что для нас, зная о нашем приезде, попросили мы предупредить, чтобы всех не напугать, она нам сказала, что я была парикмахерской, я знала о вашем приходе. А сейчас она вообще просто нас покорила, потому что она настолько живой, человек активный. 95 лет – это, дай бог, каждому. И еще учитывая, что все-таки ветеран Великой Отечественной войны очень много в жизни перенесла, сами вот вы сейчас слышали, да, в ходе разговора. И хотелось, конечно, помочь. Очень хотелось помочь, чтобы человек запомнил самое светлое, замечательное к празднику Великой Победы, что она не забыта никем, что мы будем всем помогать. И приехали вот сейчас, собственно говоря, поздравить с наступающим праздником и посмотреть, как улучшились ее жилищные условия. Но я знаю, что это не первая акция, которая по городу Подольску, по городскому округу Подольск ветераны помогают. Закупают газовое оборудование, проводят косметические ремонты, меняются на технические какие-то там оборудования, ну, всячески помогают, собственно говоря. И вот я как представитель главного управления делегировали мне полномочия, мой руководитель Александр Павлович Коган, чтобы поздравить Зинаиду Ванну с наступающим праздником, естественно, пожелать ей здоровья, самое главное здоровья. Ну и, конечно, чтобы не забывали, чтобы это было не последний раз. Ну, собственно говоря, вот так. Как бы вы оценили новые условия проживания ветерана? Кухня понравилась? Да, да. Если честно, я не ожидала такой масштабности, потому что Зинаида Ивановна настолько скромна, когда мы приехали сюда, она сказала, вы мне только плиту поменяйте, самое главное, а полы я сама подкрашу. Но когда пришла сейчас, все это увидела, что полностью, полностью произведена смена вот этой обстановки, которая в кухне была. Настолько благоприятные сейчас условия, честно, благоприятные. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы дальше не забывали наших ветеранов, вот, может быть, где-то с ремонтом в комнате помочь, да, так, может быть, скромно, но все-таки это помощь какая-то. Спасибо. А общий масштаб, вот сколько ветеранов, внимание, что называется, осчастливлены в этом году? Есть какая-то? Мы поедем поздравлять дальше ветеранов по городскому округу Подольск, у нас есть эта информация, будем их поздравлять. Но то, что касается городского округа Подольск, да, помощи ветеранам, я знаю, что сегодня также директора управляющих компаний едут поздравлять ветеранов, глава города, соответственно, тоже будет поздравлять ветеранов. Я думаю, никого не забудут. Всех поздравят, а хватит полностью всех. Хорошо, спасибо. Последний вопрос, можно? Из какого бюджета делался этот ремонт? Владимир Викторович является директором коммерческой организации ЖУПДСК, соответственно, ну, наверное, со счета собственных средств. То есть, естественно, не касается средств жителей, однозначно, потому что мы бы пожурили тогда очень сильно Владимира Викторовича за это. Муниципальные деньги – это деньги жителей. Если организация смогла заработать и приняла решение помочь из собственных средств ветерану, это только приветствуется. Спасибо. Спасибо большое. Снедков Владимир Викторович, исполнительный директор ООО ЖУПДСК ДСК. Вы скажите, пожалуйста, как возникла мысль помочь именно Зенадиму? Как возникла мысль? Значит, я являюсь председателем территориального общественного самоуправления в Зеленовске и помощником депутата Зеленовского района. Мы раз в месяц проводим зеленовские посиделки в Доме культуры Карла Марса, где собираем ветеранов, там происходит чаепитие, концерты, общаемся с ними, они между собой общаются и, соответственно, знаем проблемы чуть ли не каждого ветерана и вообще пенсионера в районе. Сколько у вас подопечных ветеранов, о которых вы знаете? Ну, я так сказать не могу, но... Десятки, там, сколько, двадцать? Уже мало, сейчас, скажем, меньше, меньше? Меньше, да. Трудно сказать. Ну, полный зал собирается. Ну, там не только ветераны Великой Отечественной, там и пенсионеры, ветераны труда, там... Хорошо, так, дальше? Ну, значит, в общем, взаимодействуем с администрацией города Подольска, точнее, даже при поддержке администрации города Подольска, сотрудничаем с управляющим Зеленским районом. Значит, ходили, вот, смотрели, вот, более нуждающиеся кто, потому что у кого-то есть дети, кто-то не нуждается. Но Зинаида Ивановна, как бы, у нее была кухня в очень плачевом состоянии, мы ей предложили свою помощь, она согласилась. Примерно это неделю заняло у нас, делали своими силами, рабочие были, это сотрудники ЖЭУ. Финансирование тоже происходило со средств ЖЭУ, то есть по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2013 года. У нас дела идут неплохо, и решили коллективам, что оказать содействие в преддверии 9 мая, сделать подарок Зинаиде Ивановне. Зинаида Ивановна рассказывает, что она сначала с недоверием, сколько это мне будет стоить, как вы ее убедили, что это подарок, действительно? Ну, объяснили, что бесплатно, что она ветеран, она в Великой Отечественной войне. То есть мы и так им обязаны и должны всем за их подвиги. Поэтому это для такой организации, как частная управящая компания, это мелочь. На будущее еще будет, да, такие акции, наверняка? Да, сейчас мы еще работаем с соцзащитой города Подольска, общаемся, обмениваемся информацией, они предоставляют нам списки ветеранов, нуждающихся. Вот в данный момент у нас есть две квартиры, они приватизированы, но ветераны просят заменить газовые плиты, поскольку у них есть предписание газовых служб на замену, а средств у них, естественно, нет. Вот мы сейчас планируем после 9 мая заменить им газовые плиты. Продолжен тоже, да, это подальчане? Ну, это уже без ремонта, да, подальчане, но два человека у нас сейчас есть, которые действительно нуждаются в замене газовых плит. Ясно, спасибо, спасибо большое. Вы еще ответите? То же самое. По-видимому, к брату, у меня и сестра в Лимишахе, брата. Я хотела похоронить брата на военном кладбище. Мои квартиры. Я на военную, я пойду сейчас в Белый дом. Вот мы с Владимиром Михайловичем пойдем в Белый дом. И 18 до 18. Вот до этого времени папа был здесь. Вики работал тогда. Спасибо. 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 Спасибо.